Мне кажется, что слишком крайние углы, которые вот крайние углы самые, слишком вы их скругляете. Это первое, по поводу длины, по-моему, короткий М-палец. Он все-таки, знаете, вот ноготь, например, да, чтобы было сцепление со струной, да, чтобы было выскальзывание струны как бы из-под ногти, чтобы не было удара струны о ноготь, а именно когда у нас контакт, и струна как бы из-под ногти немножко выскальзывает. Здесь нужна длина и нужен запас длины, потому что если ее нет, то будет как бы, либо если ногти клеены и, допустим, довольно толстые, то будет с призвуком это происходить. Вот здесь длина нужна, хоть какая-то, потому что из-за подушечки, когда мы смотрим со стороны ладони, да, вот прижимаем, например, мякоть подушечки к ногтю, ноготь должен быть, в принципе, немножко виден, да, он должен быть виден. А у вас даже когда вот в неприжатом, да, это все в виде, и смотришь, и его М вообще нет. Ну, по мне, конечно, даже эта толщина все-таки у вас там, вы клеите, да, как их там, накладные или акрил, шелак или накладные какие-то. Вот, скажем, И-палец, да, он у меня практически без клея, да, там совсем тоненький может быть. Вот совсем-совсем сейчас, ну, так вот, наверное, видно, да. Да, то есть он гнется, в принципе, да, он имеет свою эластичность, гнется, И-палец, да. М тоже, в принципе, тоже, в принципе, А может быть немножко потолще, но тут надо смотреть, регулировать в зависимости от того, собственно, ну, чтобы это универсально, как сказать, было, чтобы можно было играть разнохарактерную музыку и добиваться того тембра, например, звуки, которого ты хочешь. Одно дело играть, допустим, что-то такое активно, подвижное, ударное, да, допустим, и другое дело, если мы играем там что-то медленное, что-то нежное, контиленное. И здесь тембр, конечно, нужен мягкий, и вот здесь важна вот эта эластичность ногтя, чтобы он был, и длина его была, собственно говоря, необходимая. Вот у А, например, он может быть чуть-чуть подлиннее, да, длина. Вот, и подвижность его сама по себе, ну, в смысле вот эта вот мягкость ногтя. Не жесткий он должен быть совершенно жесткий, да, все-таки немножечко-немножечко вот иметь такую, так сказать, эластичность. Вот, я бы рекомендовал, конечно, в вашем случае попробовать по длине, поэкспериментировать чуть-чуть подлиннее, не убирать боковинки ногтя. Да, ну еще раз, можно глянуть с обеих сторон, да, со стороны ладони? Так, вот И, например, да, смотрите, И, да, да, вот допустим, вот у И, да, у вас по мне, да, не хватает вот этой стороны, он у вас как бы вот здесь, она отсутствует, торчит вот эта вот сторона, вот для меня эта сторона на самом деле не принципиальна, потому что я играю вот этой стороной ногтя, не этой, поэтому я, скорее всего, бы скруглил вот эту сторону, а вот эту вот оставил бы, так видно, наверное, нет? Вот эту бы оставил бы, а вот эту вот немножечко бы убрал, да, что получается, что вот, ну, это, 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 это скажется, ну, как сказать, тут, тут все влияет, это, это, конечно, и постановка, и какой стороной ногтя вы играете, да, либо этой стороной, да, если это, либо этой стороной, ну, тут в этой постановке этой стороной ногтя, в принципе, по-моему, сыграет сложно, я имею в виду сторону, если со стороны ладони правая сторона, либо ее именно стачивать приходится, потому что она упирается тогда в струну, если я вот, вот так вот, да, Она и упирается, она и будет стачиваться И все что угодно Поэтому ее приходится убирать, наверное Вот А если же Ну, тут вопрос постановки Да, тут надо, конечно, влияет Все взаимосвязано Если попробовать играть Да, не так, а так Чуть-чуть руку, да, в смысле Расслабить здесь То тогда как раз-таки эта сторона важна Вот, чтобы она была не сточена Как наискосок Да, у многих я тоже видел Вот наискосок, вот прям ногти вот так вот Прям, да, совсем сточены И я понимаю, да Но это вот продиктована постановка Как раз такая форма ногтей У меня же форма абсолютно Они растут как лопаты, да И из, да, вот туда, да Вырастают спокойно Потом я просто эти углы, края Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть Скругляю Не совсем их округляю, да Делаю вот такие вот, как бы Остренькие или покатые Оставляю форму лопат Сейчас я, кстати, длинные ногти специально Решил сделать Тут тоже здесь такой вопрос, да Тут длина, ну, кому-то очень короткие, да Подходят, кому-то не очень тут Надо смотреть В зависимости от того, какой ты звук хочешь получить Какой артикуляции ты привык Ну, в общем, да Какой контакт хочешь, собственно говоря, да Чтобы был с инструментом, со струной Но главное, вот, да Попробуйте сделать их подлиннее в целом Вот, М Может быть, форма Ну, смотрите сами, да Потому что, если времени Как бы нет на это Заниматься вопросами по постановке, да Ну, тогда пока что, ну, не меняйте форму Вот Вообще, потом, когда будет время Попробуйте форму поменять Именно сделать вот Что-то вот вроде того, да Чтоб они вот По бокам тоже были Только чуть-чуть скругленные Ну, вот И, конечно же, толщина ногтей Здесь важна, на мой взгляд Вот, когда ногти Допустим, толщиной Более миллиметра То это уже перебор Ну, в общем, смотрите У Савареса На самом деле Я довольно давно использую Вот этот шелк Он такой На клейкой основе шелк Его выпускал Эти комплекты Выпускала фирма Саварес Вот И там, значит Шелк На бумажной основе Который имеет клейку Одну сторону Одну нет И Там были Собственно, сам клей Тюбики с клеем На, по-моему Основится она крилата Ну, вот И там, значит Полосочку отрезаешь Этого шелка Я клал не на весь ноготь Полосочку шелка А только вот На маленькую Вот эту часть Которая, собственно говоря Как ее называют Рабочая сторона Или что там Не знаю Ну, в общем Которая вот Это вот Сам ноготь Который за подушечкой Ну, вот Чтоб он именно Был не такой жесткий Потому что положить На всю пластину Ногтевую шелк И сделать жестким Он туда не будет Иметь эластичность Вот у вас, например Смотрите, да Вот у вас вот ногти Вы прям кладете Я так понимаю На весь, да Или на большую часть Да Да А вот, например Есть ли возможность Например Вашим методом Да, как вы клеите Сделать Не на весь ноготь А вот на Именно вот на Краешек Ногти Ну, возможно это сделать Или сложно Что вот это вот Хотя бы будет пластина Ногтевая более-менее целая Здоровая, да Вот То, что на весь Конечно, если кладете А потом приходится Это переклеивать Снимать Или там Есть разные Там эти Как там Не знаю Да, пилки эти Которые вращающиеся Как они там Которые снимают Эти фрезы Да Которые снимают Старые Ну, старое покрытие Ну, вот Конечно Из-за этого Может портиться Вся пластина Вот Вот, в общем Попробуйте Сделать тоньше И Сделать На краешек Даже Даже Несмотря на то Что здесь Может быть Вот на этой стороне Еще будет тонкий Свой ноготь Собственный Как бы Все равно Попробуй Сделать Сокращать Это расстояние Не клеить до конца А может быть Отсюда От половины Потом ближе К краешку Попробовать Клеить И тоньше Тоньше Вы играете С подушки На ноготь Ну, я Да Еще раз Да Я, конечно То есть Не сторонник Того Чтобы играть С подушки Да С подушки На ноготь И потом уже Извлечение звука Я сторонник Исключительно Ногтевой техники Звукоизвлечения Да Когда мы играем Только ногтем И когда струна У нас находится Как бы Под ногтем Вы говорили С классической Постановкой Играть Ну, серьезные Я бы попробовал Все-таки Если так Хотите Пробовать Играть Ну, значит Во-первых Время для этого Нужно Во-вторых Отрастить Вот эту вот Часть ногтя Которая у вас Скруглена Чуть-чуть Убрано Вот Сделать Тоньше И все И длиннее Со мной Чуть Подлиннее Вот эта сторона Вот эта сторона Кстати, не принципиальная Ее можно скруглить Немножко больше А вот эта Не надо Я именно Что касаюсь Но я касаюсь Понимаете Вот этой части Вот эта часть Подушечки Да То есть Не отсюда я играю Не отсюда А вот прямо Вот-вот-вот-вот-вот Вот рядом с ногтем Вот если Я не знаю Так видно будет Ну нет Конечно Так не видно То есть Не здесь Да Палец А вот То есть Смотрите Струна Вот Вот почему Нужна длина ногтя Потому что Вот с такой постановкой Да Я слышал Что там Как бы идет Скольжение Да По струне Пальца То есть Как бы Палец сам В большем контакте Со струной Идет скольжение И поэтому Звук такой Получается У нас Ну я не знаю По мне Так он лишен Спектра высокого Но Как он Округлый О Или пушистый Там бархатистый Неважно Скольжение По струне Вот Я это компенсирую Немножечко Длиной ногтя У меня тоже есть Скольжение На самом деле Да Поскольку я играю И под углом Небольшим Да Но все-таки Не такое скольжение Просто он сильно меньше И длина ногтя Длина ногтя важна Потому что Струна Проходит немножко Какое-то расстояние Под ногтем И потом Ноготь соскальзывает Со струны Или струна Выскальзывает Из-под ногтя Нет Ну вот Смотрите Только специально Не заворачивайте Да Рука Вот Вот это Моя То что Собственно Я о чем Всегда говорю Свободное запястье Она классическая Постановка Как Ну По канонам Тараги Допустим Да Или Если посмотреть На Того же Льё бы это Допустим Да Вот Или До Вильямса Хотя бы Вот Пухоля Опять же Вот А вот это С прямым Я имею Прямое запястье Да Когда мы можем Приложить ровную линию И она будет У нас От плеча До указательного пальца Вот А след От этой ровной Линии От отклонения Да У нас Висящая Немножко Рука Больше Да Отвестности Да То здесь Больше Свободы Она уже Положение По отношению К струнам Другое Потому что Потому что Не хватает Вот этой части Ногти Не получается Вне контакта Не хватает Чуть-чуть Бока Со стороны Ладони Правого Именно Вот Потом его Немножечко Скрулить И длины Длины Не хватает Да Вот это Сцепление Нет И выхода Струны Из-под ногтя Да Чтобы она Имела именно Вот такое Плавное Соскальзывание Не цепляться В струну Да И Часто Кстати Тоже От этих Фаланг Рекомендуют Играть Вот Нехорошо Потому что В Тиранда Все-таки У нас Больше задействованы Вот эти Фаланги В Тиранда Допустим А это В меньшей степени А когда Я часто Видел Что Вот эти Подгибают Фаланги И играют Еще от большой И получается Что Вот это Ну Я бы вообще Так не смог Играть Я бы просто Застрял бы В этих струнах Или это было бы Выдирание Постоянно Какой-то Аккордов Ну Допустим Если аккордами Играть Да То есть Мягкости По мне Не хватает Для меня Это жесткий Звук Вот Вообще В принципе Я использую И маленькие Фаланги В том числе Тоже Да То есть Тоже Характер Туше Какой Апоянды Нужно Более Более Жесткое Тогда Допустим Эта фаланга Маленькая Жесткая Да Она не прогибается Если более мягкая Тогда она Немножко Прогибается Да Вот Поэтому тут тоже Все очень тонко И Я бы не стал Таким правилом Руководствоваться Что мы играем Только от Этих фаланг А эти Использовать Это неудобно Неправильно И так далее Потом В том Все Вся техника Если Конечно Из здравого Смысла Исходить И естественность И движение Пальцев То вся техника Тиранда Построена Именно Больше На Вот Этих Фалангах Любое Тремоло Или арпеджио Допустим Играем Видите Вот эти Да И немножечко Вот эти Ну Или Тремоло Видите Вот она Вот она И чуть-чуть Вот это Но если Попробовать Не дай бог Себе поставить Задачу Играть Только Вот от Этих Фаланг То Вот здесь Будет Сразу Напряжение В руке И мы Будем Грести Конкретно Туда В кулак Внутрь Будет Загребание Такое Загребающее Движение Не будет Вот этой Легкости Легкости Не будет Попробуйте Да Попробуйте Значит Сделать Что первое Длина И толщина Все Остальное Значит Важна Я просто Не знаю Никогда не клеил Этим способом Которым вы клеите Это значит Еще раз Что это Акрил Да Я не знаю Как он поддается Шлифовке Полировке Хорошо Да Ну то есть Задача в том Чтобы этот акрил Значит Не толстый слой Да Который попробуйте Потом сделать Или этот тоньше сделать Вышлифовать Снаружи Да То есть Вот эту часть Аккуратно Отшлифовать Потом пошлифовать Вот здесь В том числе Да Всюду 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 И сделать профиль Да Вот такими вот движениями Например Да Чтобы ноготь Поскольку А у вас толщина Там у ногтя Такая Не маленькая Ему особенно важен Профиль Чтобы он был С выходом Как будто бы Оттуда Оттуда профиль Да Не наоборот Туда загнут Или А вот именно Оттуда Вот в эту сторону Да Поэтому здесь Изнутри Тоже Шлифовка Очень важна Ногти Изнутри Допустим Вот Складывайте Да Либо пил Но пилкой Туда не залезешь К сожалению Так как Например Наждачной бумажкой Да Допустим Полутора тысяч Можно двух Еще Но это совсем Уже полировка И нужно залезть Под ноготь Вот этой вот Наждачкой Да И вот этот вот Профиль Прямо С самых-самых Краев Да Вот этот вот Края Особенно важны Края И как вот эта часть Так и вот эта часть Края Это все влияет На плавность На мягкость Звукоизвлечения Все-все-все Все уголки Все обязательно Вот это все нужно Вышлифовать так Чтобы нигде Никаких вообще Зацепок Вообще Намека даже не было Когда мы проводим Пальцем Как под ногтем Допустим Да Вот например Сверху Сбоку Вот чтобы Вообще не было Ни в коем случае Но еще раз говорю Что толщина важна Очень важна Толщина Профиль Длина Вот они все Профиль Я имею ввиду Не форма ногтя Да Именно профиль Выход Из-под ногтя Ну попробуйте Да Вот если Есть время Попробуйте сделать Просто пока Ногти тоньше Вы поймете Во-первых Как недостает длины Когда тоньше ногти Скорее всего Именно Такие ощущения Я помню были Когда вот Вроде бы Клеишь ногти Одно ощущение Делаешь их тоньше Или без клея Как будто и нет ногти Как будто Его не хватает Длины Не-не-не Длину не убирайте Ни в коем случае Толщину 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 Попробуйте убрать Длину не трогайте Попробуйте толщину И именно Не лезьте Раз он у вас На полный На большую часть Ногтя Сейчас А попробуйте Толщину убрать На краешке На краешке Но сделать профиль С выходом Из-под ногтя Из-под Как бы Да Только очень Такой Деликатной Пилкой Чтобы его не сточить Прямо А вот Именно Чтобы его Зашлифовать Оттуда Да И попробуйте Когда будете Играть Например Не от этой Фаланги Звук А попробуйте Сыграть Это мягко Допустим Чтобы у нас Палец Был весь Вот такой Вот Вот такой Мягенький Плавное Соскальзывание Чтобы было Не вот Это От первых Фаланг Попробовать Не играть Мягче Все В целом В целом Так вот Туше Да Касание Помягче Соскальзывание